Спартак Приморья завершил баскетбольный сезон. Последними играми для красно-черных стали матчи за третье место Суперлиги против Новосибирска. Серия до трех побед началась для приморцев на выезде. Там соперники обменялись победами и при общем счете 1-1 поехали во Владивосток. Первую встречу в Олимпийце наша команда выиграла, тем самым сделав ответный матч практически решающим. Обстановка на паркете была подобающей, соперники начали в высоком темпе. Гости открыли счет, однако Спартак благодаря отличной реализации моментов и хорошей защите смог оторваться на 11 очков. Во втором периоде сибиряки все так же догоняли хозяев, но к середине матча счет все еще был в пользу приморцев в 45-38. Ближе к концу в темпе не потерял никто. За несколько минут до финальной сирены спартаковцы заработали преимущество в 16 очков. Чтобы вернуться в игру Новосибирску пары забитых мячей было недостаточно. Гости признали поражение при счете 87-77. Наша команда, отпраздновав победу, тут же получила свои заветные бронзовые медали. Сезон окончен, можно сказать, на мажорной ноте. Приятней выиграть матч за бронзу, чем проиграть за золото. Абсолютной уверенности в победе не было, но игра складывалась в нашу пользу и по тому сценарию, который мы планировали. Так что поздравляю всех с заслуженной медалью. Приморцев отметили и особенными призами. Самым полезным игроком чемпионата стал Федор Ключников, а лучшим тяжелым форвардом признали Максима Кривошеева. Чемпионом Суперлиги этого года по итогу стала команда Университета Югра. Второе место досталось баскетбольному клубу Иркут. Ралли соревнования «Тихий океан» пройдут во Владивостоке. Некогда традиционный чемпионат по этому виду автомобильного спорта вернется в приморскую столицу после долгого перерыва. Последний раз в нашем городе мероприятие прошло в 2013 году. В этот раз все заезды пройдут в один день. Гонщикам со всего Дальнего Востока предстоит преодолеть 14 спецучастков. Все они разбросаны вокруг Владивостока, от острова Русский до Седанки. Общая дистанция ралли составит более 200 километров. Организаторы обещают, что спортсменов будут ждать трамплины, высокие скорости, коварные повороты и безжалостная эксплуатация машин. И скорее всего, как это было 4 года назад, до финиша смогут добраться не все участники. К слову, последних разделят на три группы в зависимости от привода, двигателя и класса автомобиля – H, R и N4. Гонку в своей группе выиграет тот экипаж, который пройдет всю дистанцию за наименьшее время. Старт соревнований состоится на картодроме «Змеинка» 30 апреля в 10.00. Иностранные курсы для тренеров по парусному спорту проведут во Владивостоке. Программа World Sailing заглянет в Россию впервые. Мероприятие пройдет при поддержке Международного Олимпийского комитета, который предоставляет не более 10 таких курсов на всю страну. Сама программа будет идти в течение пяти дней с 15 по 19 сентября. Местом встречи станет база яхт-клуба «Семь футов». Делиться секретами и рассказывать о нюансах профессионального парусного спорта будет международный инструктор. Все занятия будут проводиться на английском языке с переводом на русский. Курс имеет третий самый высокий уровень, предполагающий участие опытных тренеров. Для повышения квалификации во Владивосток будут приглашены ведущие наставники спортивных школ Дальневосточного региона, Сибири и Центральной России. Максим Яковлев, Новости спорта на 8. Субтитры создавал DimaTorzok